всем привет с вами снова валдай мы продолжаем играть в масса эффект 3 бегать по планете идон прайм в поисках о чем мы там ищем то мы нашли пришельца вместо таинственного артефакта и теперь нам нужно забраться с войсками цербера нам нужно попасть на ту сторону но они убрали мост как не только сказал я ра к сожалению успел включить запись вот значит нужно найти другой путь но пойдемте высказать наверное нам туда хотя по ом тут мы не были уже нет насколько я помню или фиг его знает в одну ки посмотрим сейчас так пока вроде места знакомые да пока вроде как будто мы тут были да непонятно куда идти пока что мне кажется как страну попасть наверх как это сделать фиг его знает быть может суда пойдемте посмотрим трупы везде трупы нет тут мы были это самое начало в прошлом серии могут всех убивали значит не сюда ну окей шепардов зачем так прыгаешь пойдемте посмотрим что у нас здесь имеется найти другой путь на мост точнее через мост какая то лестница может на нее забраться давайте попробуем посмотреть что там есть так ну че тут нифига нету блин есть патроны а вот еще одна лестница ну ка и что и куда мы попали мы попали совершенно не туда нам нужно по идее через мост пройти здесь что здесь мы тоже были он блин не люблю такие ребусы в играх когда вот реально непонятно куда идти блин найдите другой путь где этот путь искать даже никакого ни намека ничего нету да уж интересно ну ладно пойдем еще что так мосту вернемся и глядимся как следует посмотрим по странам так вот вроде здесь значит вот он убранный мост и вот там какие то вот эти вот штуки наверное как то через них вон какая то лестница еще лестница а да кстати вот наверное сюда и надо а так вот и все господи а я блин втыкал бегал вот и придурок ну ладно главное мы нашли путь и продолжаем дальше так посмотрим сейчас наверняка будут снова враги где нибудь а если там идут интересные же нет эй команда моя вы где а ну да он спускается все нормально так что теперь куда нам туда здесь мы вроде не были оптичка не открывается так патронов у меня максимум так ну вот да поедим на другой стороне а все понятно так сейчас будет чувствую сейчас будет жестко откуда будут платить пока непонятно в какой стране а вот уже нападают все ясно так тем не укрыться то здесь что не очень удачный место для укрытия но да ладно снайперка поехали минус 1 больше пока никого не видно минус 2 м м м жестко кашу м м отлично еще один м пока что все не очень сложно м 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 просто повезло что она использовала свою биотическую способность, иначе, блин, он со щитами как-то бороться не очень прикольно особенно с дробовиком, у которого такой большой разброс там нужно попадать именно в прорезь для глаз, короче хедшотами, чтобы убить его ну или по ногам стрелять, но это очень долго что у нас там с капсулой-то с этой космической, когда она там уже активируется, блин и где все-таки Гарас, я ничего не могу понять почему его нету, что за бред ладно, врагов пока вроде больше не видно нет же больше никого тут вроде бы нет ну, Ляра, все, что-то хорошее тут прятаться пойдем обратно к капсуле сейчас, наверное, уже все хотя он тут еще есть а, это Гарас? ну, наконец-то, блин, пришел кого они там стреляют, интересно, или кого они там пытаются найти а, во, кто-то еще есть ух ты это откуда так, жестко а, вижу, понял, понял, понял отлично ну да, спасибо я, пожалуй, перезаряжусь а, окей сейчас бегать на склад, но с патронами думаю, вроде пока все нормально с ними ух ты, черт вот это жесткий парень охренеть ох, нифига себе вот это жесть ну-ка, давайте-ка биотическую способность как-нибудь так во-первых, криво-патроны обязательно во-вторых, сингулярность жестко, блин, вообще жестко я даже не знаю, с чего по нему стрелять по такому парню большому он вроде пробил броня вроде броня повреждена у него так, Гарас, помогай, давай, отбивай от этих маленьких гавликов а то не мешают, блин жестко какие-то мои напарники тупые в этой серии все приходится делать самому, блин так, давайте, который опереженимся а, быстрее, 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 быстрее фух ну вот черт как бы не умереть бы сейчас давайте перезарядимся еще раз, давайте, используем способность или нету, недоступно понятно а, мои члены отряда погибли точнее, не погибли, а без сознания так, ну а теперь-то можно? да, можно, отлично как близко подобрался, блин так, первая помощь еще раз нет патронов, блин, черт не, с такого расстояния бесполезно давайте со снайперки, она вроде такая бронебойная достаточно где только она, вот, отлично а, похоже, дело все похоже, дело мы его убили ну, отлично осталось дело за малым теперь да, давай тоже умри сволочь так, ну что там? кто еще есть? или все все, отлично открыть капсулу да, уж, конечно, тут большой парень ты был такой жесткий достаточно ооо, смотри ух, смотри ух ты ух ты ух ты ты заживайся, он скрышит Я так и думал, сейчас он бежит, нам, может, будет догонять, наверно, как нет? Че-то мне неохота бегать уже по этой планете, охота ее уже покинуть. Помните, это было 50,000 лет для нас, но для него это только было... Немного минута! Нет, бункер падает, нет другой опции. Есть подсчетки, эти солдаты еще живут! Сунижение будет хороцироваться в будущем эмпире. Попробуем бомбардирование утра. Попробуй в вашем подсчетке, сейчас! Попробуем бомбардирование утра. Попробуем бомбардирование утра. Попробуй! Сенсоры доставят. Упомбардирование утра не было возможности. Вы остались в течение пауста до нового джокса обнаружит этот паунок. Это может вызвать кfullе空 용а. Не опинить походения! Мне нужно тех, кто остался. Наши требования будут изменированы correctly. с да жестко представляете 50 тысяч лет прижать в капсуле это же просто вообще мы не постижима частей юкин обществе но это не было поражением Хм, примитивные формы жизни. Интересно. Отлично. По ходу дела, это будет наш новый член команды. Правда, пока что он не очень доволен. Продолжение следует... Сервер сломал и дали нам новую оружие. Не позволяйте его уйти. Отлично. Новый член корабля. Новый член нашей команды. Дело касается нашего гостя. Хорошо. Прозоватся, я к иду. Я думал, сам буду идти. Тут заставка началась. Ну ладно, посмотрим. Что такое? Я пыталась сделать комнату более комфортной, но они не позволяют мне поговорить с ним. Извините, доктор. Контакт протокол с новой специей. Возьмите хостильность. Мы должны удалить регуляции. Но он не новой. Я провела свою жизнь, изучая профеи. Ему можно доверять. Возьмите хостильность. Я не думаю, что наш гостя будет проблемой. Он будет? Возьмите хостильность. Это зависит от тебя. Я чувствую страх в тебя. Англопсис и дезинфекции. Реперы победят. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Дальше. Все живописки для тех, кто не может их читать. Это в твоих семьях. В твоих ДНК. Эксперимент – биологический знак. Подписывайся. Это что я истинства на Эден Пром, где я испытывал? Это был похожественный кунfreку. Батла упал в себе на меня. Я это со всеми рассказывал от тебя. Туда работают в бraidах. Как твои баконы. Да. Воложение. Субтитры сделал DimaTorzok Да уж, а он прав Девять? 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 Один? Девять? 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 и да уж ну что что там полностью на нашей стране получается раз его цель такая же как и наша то есть это уже слишком мы и и и а и и и и и ну что же отлично значит наша миссия была не напрасной так посмотрим о своем успехе расскажи нам так что за маяки к сведе меня тоже интересует понятно так британская цивилизация тоже интересует в принципе да уж не очень хорошая первое первое восприятие как говорит родная планета цивилизация так давайте еще протеанское устройство спросим у него и все и надо идти уже дальше ну что ж ладно до встречи чувак спасибо большое за беседу так и Действительно было занимательно. Ящери. Да уж. Явик. Ну что ж, отлично. На борту новый член экипажа Явик. Доступна в методсеке. Удар открыто. Открыто оружие. Надо все пойти изучить по-быстрому. Так, инженерная палуба. А, просто прочитать можно. Ладно, окей, пойдемте. Так что у нас здесь. Что это такое? Инженер Адамс. Ну, смотрите, как бы красивый двигатель. Не стоит извинений. Твоя альянс первая. Так как это должно быть. Спасибо, командир. Желаю, что на борту. Так, семья Нормандия. Ну давайте Сузи узнаем. Ааа, черт промахнулся. Не стоит. Прогахнулся, мишка и ладно. Может быть, почти два раза размера, но новая драйвка, это говорит, что Cerberus не слишком высок на безопасности. Семья. 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 И это означает? Мы должны быть способом выбираться от FTL без треков. Все и все. Но Нормандия – это невероятная инженерия. Что ты думаешь о ЭДе? Да. Мы были хорошие разговоры во время ретрофикации. Немного странно, в первую очередь, про АИ. Я думал, что ЭДе возглавляла как ВИ для того, чтобы избавиться от вас. Да, но я видела это через нее. Вы видели ее hardware? Процессивная мощность? И тогда были проблемы, которые продолжали решать себя. Если я не получил ее, я бы сказал, что я потерялся. Вы никогда не экспрессировали любое скептическое, Лейт. Адам. Я подумал, что лучше играть в безопасности с Cerberус-АИ, ЭДе. Немного. Так как вы держите руки из моих костей. В начале я пытался перескопить ее из ключевых процессов, без давления. Но Джокер считал, что ей вернулся. И в время я увидел ее преимущества. Даже Груда любит ее. Поехали, Адам. Да, да, сэр. Интересная беседа. Призвучка репутации дали. Клево. Посмотрите, как круто. Так, ну что ж, ну надо выбраться, наверное, на командную палубу. Я хочу, кстати, пообщаться еще с этой самой сепартершей, с этой. Что там она? Написала что-нибудь интересного или нет? Ну вот она, кстати. Ха. Да уж, ну у нее и бардак в комнате. Кровать не заправлена. Какие-то фигни валяются на полу. Ты чего, тетя? Хм. Хм. Ну вот, собственно, и все. Ну да. Немного. С ней диалогов доступно пока что. Ну ладно. Потом и к ней еще раз вернемся. Ладно, поехали на другой какой-нибудь этаж. Давайте заглянем в каюту капитаном. По-моему там еще ни разу не были вообще. Ха. Посмотрите хоть на собственную каюту. Интересно ведь. Ну да, она не особо сильно изменилась со второй части. Шкаф для брони. Вот, кстати, точно. А у меня нет ничего больше, да? Повседневная. Ух ты. Вау. Ха. Такой парень. Может таким поиграть? Ковбоем? С жестким. Да не, конечно, я прикалываюсь. Вот это, в принципе, самое оптимальное. Так. Шлема нет. О, шлем. Респиратор. Грудь. Ммм. Неплохо. Рукавица. Какие те были? А. Ну, кстати, такие вроде ничего тоже. Запас здоровья. Тут урон ближнего боя. Нет, давайте запас здоровья. Важнее. Ну, пускай будет такой материал. О, клево. Цвет узора. О, нифига. Прикольно. Такой гламурный шепард. Ну, давайте, наверное, каким-нибудь таким ярко-красным сделаем его. Оттенок. Надеюсь, наверное, на синим. Нет, как-то смотрится убого. Ммм. Может быть, раз черным оставить? Да, наверное, поставим черным. Так, дальше. Можно белым. Подсветка. А, понял. Ну, пускай будет. Пускай будет синее. Сохранить. Окей. Клево, что-то еще есть. Звуковая система. Можно мозончик послушать. Тут, по идее, и рыбки должны плавать. Но мы их еще не купили. Во второй части, я помню, покупал их на Цитадаре. Так, ну ладно. Почту читать не буду. Увлекать время на это. Ну, ладно, в принципе, все понятно. Поехали на командную палубу и там, наверное, уже пора заканчивать. Давайте с ней еще пообщаемся. Что за академия? Ну, окей, я хотел бы им помочь, в принципе. Давайте. Что мы можем сделать? Турин-эвак транспорт отвечал к их дистрицам. Так что, обычно, я бы сказал, что мы не должны делать ничего. Но что-то звучало в Турин-сигнале. Я видел Эдди анализирование. Это фейк. Эдди считает, что это может быть Cerberус. Она видит какие-то снижения к протоколам фейк-инкриптической. Я возьму твою слово. В любом случае, кто-то фейк-инкал, хочет думать, что Грисом Академия будет эвакуирована. Но я думаю, что они еще в опасности. Хорошая работа, да? Это действительно Cerberus. Надеюсь, эта операция будет что-то worth investigating. Это может быть простая информация. Тренер. Хорошая работа. Спасибо, командир. Там же был какой-то удар. Что-то такое. Доступно в медицинском отсеке. Давайте утром сейчас бегаем. Короче, и на этом уже закончим серию. Ну, а следующей серии-то отправимся вот в саму Академию. Посмотрим снова там что-то с Cerber. Бонусное умение. О, бронебойные патроны. Угу. Отлично. Удар. Биотический бросок, наносящий больше урон. Ну, давайте бронебойные патроны накопим. Хотя удар тоже можно купить. В принципе, остальдешево стоит. У меня еще 57 тысяч целых есть. Нормально. Неплохо. Умение распределять я не хочу. Так, тут ядро искусства интеллекта. То есть можно тут пообщаться, я так понимаю, с этой самой Сузи. Ну, что-то сейчас ее не видно. Ну, ладно, фиг с ним. Пойдемся обратно на командную палубу. На этом закончим эту серию. Но обязательно вернемся скоро. Вот этот лифт так, отлично. Ну, что ж. На этом нам пора прощаться. С вами, как всегда, был Валда. Это был Mass Effect 3. Это канал EpicType. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в группу ВКонтакте, любите друг друга. И всем пока-пока. До новых встреч.